Всем привет, мои дорогие! Начинаю свой репортаж с такого прекрасного места. Посмотрите, как красиво, да? Кстати, а что там такое? Как интересно, это что там застрял? Шарик какой-то, да? Видите, шарик. Летучий корабль, летучий корабль. И там что-то такое огромное движется, вы видите? Где порт, огромная глыба, видите? Ну, а также я вам покажу и другие прелести. У меня же такой канал. Смотрите, какой срач. Ну, видите? К сожалению, и такое бывает. Ну, так, время провели, все выбросили. Ну, тут и лавочка. И так люди ведут себя отвратительно иногда. Молодежь присоединилась ко мне, мои дорогие. Ну, вот интересно, что это там далеко? На море у меня не было желания искупаться. Ведь это закончилось, мое время. Да и людей мало. У нас много. Душа сегодня рвалась, умела сюда прийти. Проснулась я сегодня рано. Воскресенье в половине восьмого. И что-то непонятно, что-то со мной происходит. У вас бывает такое? Сама не знаю, что хочу. Какая-то такая, знаете, опустошенность в организме. Хоть бы все есть, а не знаю, что хочется. Вот поэтому я говорю вам. Материальное — это настолько все кратковременно, когда мы достигаем каких-то целей материальных, они раз — и все, интерес пропадает. А действительно важно счастье, которое окружает вас, да? И вот, наверное, поэтому моя душа хотела выйти. Счастье мое рядом спит в одном. Рядом спит и спит, потому что у нас какие-то разные с ним режимы сна. И вот оно — счастье. Вот это вот счастье, которое я каждое утро по чему хожу, восполняюсь. Теперь я понимаю, вот сразу мне стало легко, когда увидела эту красоту. Вот что я люблю. А вот эта вот большая глыба, видите, она развернулась. И это движется какой-то корабль. Такие вот, друзья, у меня сегодня с утра рассуждения. А еще хотела бы с вами поговорить, поболтать и, наверное, взять какой-то перерыв. Перерыв на ютубе, потому что, наверное, я подустала. Это у каждого бывает такого блогера. Каждый день я публиковала по одному видео. Сейчас делаю через два, через три дня. Я сама понимаю, что неинтересные мои видео. Ну, когда я смотрю, там неинтересно потом, когда я выйду в материи. Но вам нужно какая-то сумма, ну, когда... Что мой бит? Кому-то нравится мой бит, кому-то не нравится. Это дело каждого. Я не претендую, поэтому я решила взять перерыв. Ну, если что-то будет интересное, я буду записывать там какие-то моменты. И все. Я думаю, что очень глобально целевая жизнь. И надо отнимать рабочие ноги. Мое временное видео видео. Ну, если хотите увидеть мою жизнь, переходите в инстаграм. Похожу... Знаете, что я решила? Сегодня поменять полностью все. И пойти... Войти в противоположную сторону. Не в ту, в которую я ходила. А все сделать наперегон своим привычкам. Вот захотелось мне сегодня так. И пойти в сторону. Вот хочется погулять, восполниться чем-то. Я не знаю, что со мной происходит. Вроде бы все нормально. С мамой все хорошо. Дети пристроены в школу, как я говорила. Единственное приставочие здесь мужчины и мухи. Смотрите, какой сзади меня красивый вид. И я буду сидеть на нем. Детки мои ходили в школу, в гимназию при монастыре. Они такие довольные. Даже Мария захотела остаться там с матерью. Понимаете? Три раза их кормили. Кружки, уроки. Книги они не таскаются у них. Уроки делают там. Привезли их от 9 вечера. Могу с 7 занят. Очень довольны дети. Очень довольны. Ну и... Семье тоже любит. Не надо их переводить, отводить. Потом к учителям водить. Потом и даже деньги. Понимаете? В этом году учительница по грузинскому, которая выполняет домашние задания, еще плюс английский прибавился, попросила 250 лари. 250 лари. Вы знаете, сколько это лир? Это до хрена лир. Это где-то я посчитала. Смотрите. 100 лир это 15 лари. 1000 это 150. И еще 100. Короче, это около 2000 с чем-то лир. Понимаете? 2000 лир куда нужно? Это очень большие деньги, я считаю. А это вселенная помогла моим деткам. И все это бесплатно. И сейчас у них испытательный срок. Деви же так недоволен. Его похвалили, что он... Получается у него первый класс все-таки. Мари тоже довольна. В общем, все хорошо вроде, понимаешь, да? И там, и там, и там. А что-то не хватает. Непонятно, что не хватает. Что-то хочется. Хотела сегодня поехать я с мужем в Кэскалисе или куда-нибудь туда на пляж. Он так и не искупался у меня за все лето. И потом я вспомнила, что у меня 5 часов сегодня вебинар. Понимаете, вчера был вебинар. Из-за вот этого... Этих вебинаров я не могу в субботу, воскресенье никуда поехать. Не поедешь жена 2 часа. Ехать 2 часа в дороге. Так что вот такие вот дела мои дорогие. И я решила сегодня... Мне нужно еще волосы привести в порядок. Покрасить. Маникюр, педикюр. В общем, сегодня у меня день красоты. Поэтому я быстро должна вставать и бежать. Пройдусь у меня час где-то в моем расписании. Нужно идти заниматься делами. И... А этот развернулся. Такой пароход огромный. Огромнейший. Вчера, друзья мои, в Турции был праздник. И... Не буду сейчас называть местность, потому что неправильно скажу. Ну, мы там ездили в начале нашего прибытия в Мерсин. В то место ездили в рыбный ресторан. Очень хорошая ситуация. Ну, нужно около часа с чем-то добираться на двух маршрутках. И пока ты едешь... Мы там... Годовщина наших свадеб. Вот мне так тянет туда. Мне так нравится вообще. Там так все вкусно готовят. Я не знаю. Салаты такие вкусные. Ну, не знаю. Все равно тянет меня. Ну, в общем, там такая ситуация. Мы ездили там на фестиваль какой-то. Ну, ничего интересного не было. И потом... Решили отметить годовщину нашей свадьбы. Это было год назад, по-моему. Год назад. И снова там был рыбный фестиваль. Мы по новостям слышали 10 тысяч рыбы. Бесплатно раздавали людям. Ну, я не знаю, насколько это правда. Но вот... В честь этого был вечером салют. Сначала, когда бах-бах-бах. Было начало второго. Как-то все перепугались мы. Не то, что перепугались. Мой муж. Паника. Время сейчас напряженное. И знаете что? Вот я теперь понимаю, с чем это связано. Потому что куда только не зайдешь. Плохие новости. Короче, друзья. К чему катится мир? Вот поэтому, наверное, нет настроения снимать. Что нас ждет, неизвестно. Но, мне кажется, наше будущее зависит от нас, мои дорогие. Мы должны верить во все хорошее и не падать духом. Крепитесь. Вот душа плачет от чего. Сейчас я это поняла. Видите, какие инсайты у меня приходят, мысли. Потому что с утра открываешь в соцсети одна и та же информация. Подписчики присылают мне какие-то вырезки, кадры, видео. Ну, короче. В TikTok заходишь, то же самое. Вообще не хочется ничего делать. Это война никому не нужна. Это мировая война. Потому что весь мир втянут в эту войну. Вы что думаете? В Турции тоже, мой муж рассказывает, очень сложная ситуация с Грецией. И вот как он говорит, что нас ждет война с Грецией. Так что вот такие вот новости. Весь мир как будто сошел с ума. Но мы должны держать себя в руках, не поддаваться маятникам этим. Как бы не было тяжело. Держите себя в руках, мои дорогие зрители. И вот пока я, как говорится, закрываю свою лавочку и временно ухожу в подполье. И не хочу, не хочу. Не хочу ничего снимать. Потому что нет настроения на это. И людям всем тяжело сейчас. И мне не хочется тоже ничего делать. Уже как же красиво это море. Красивая она вырежет. Это бабочка. Вы видите, сегодня я пошла в другую сторону. Показываю вам. Другую красоту Мерсиновскую. Ну, скоро будет фестиваль у нас, дай бог, чтобы все было в порядке. Мирно. И тогда покажу я красоту еще лучше. Эти молодые люди идут по всем кафе. Обошли всю набережную и не могут найти себе места. Туда зашли и не понравилось туда. А здесь вот ночной клуб. Но они там вообще не увидят ничего. Вот так и будут ходить. Один зашли, вышли. Другой. Как красиво здесь парк. Правда, не такой ухоженный, как у нас. Но все-таки. Красиво. Мы здесь раньше собирались, рисовали. Смотрите, они все обошли. Уже там нету ресторанов, ничего. Никуда не пошли. В рыбный ресторан. Ой, какие они интересные. Иногда мы с мужем так ходим, ходим, ходим. Ничего не можем подобрать себе. А в итоге, боже, какое красивое дерево. Вы видите? Оно, наверное, тут самое огромное такое. Обалдеть. Красота. Гора, гора. А тут внизу, как классно. Можно и поспать, и все. Никто тебя здесь не увидит. Тут моя Сандрачка любит гулять на этом. А здесь прямо. Я сегодня вам такую делаю экскурсию. А здесь вот вкусный ресторан. Вот Чихбалык. Мы сюда тоже ходили вначале. Сейчас уже не до ресторана. Не до ресторана. А этот на лодке-то вот. Как интересный. Рыбак. Ну, вот такой видок красивый. Красивые вилы. Такой дворик. Видите? Пейзаж. Такой просыпаешься каждый раз. Море. Ужин и отремонтируется. Видите? Ну, как красивые. Пальмочки. Красивые. Деревья. Вот. С той стороны въезд. Вот так вот люди живут. Вот так красивые некоторые люди живут. А это пляж. Пляж. Он функционирует. Там и забрали у нас все. А здесь все функционирует. Ой, посмотрите. Палатки. Вы видите? Как интересно. Это что здесь? Мизитли Беледи. А что здесь? Что здесь происходит? Закрыто здесь. Охранник охраняет. Парк закрыли. Как интересно. Море закрыли. Пляж закрыли. Пляж закрыли. Парк закрыли. И смотрите сколько там палаток живут. Ну все. Пойдем дальше. И я сейчас все поняла. Почему все закрыто? Потому что вход в этот парк платный. 20 лир берут с человека. Вот и все. Почему все закрыто вот так вот. С сетями и все. Хочешь купаться? Плати 20 лир. И купайся себе на заводе. Интересно, какая вода. Теплая вода. Я пришла. Смотрите здесь написано. Я люблю тебя мизитли. Вот там чуть-чуть у нас были с девочками пикники. Так что вот куда я дошла сегодня. Поменяла сегодня свой маршрут. И очень довольна. Вот мой сегодняшний путь. Когда-то это был раньше лиман. Сюда приплывали корабли. Пахнет историей. Сегодня у нас базар на районе в субботу-воскресенье. Именно это. Знаете какой? Женский базар. Женский базар. А также продукты, овощи, клубки. Пойду посмотрю, что там интересного. Пройду прогуляюсь. Столько рукодельниц. Видите? В Турции все шьют и вяжут. А вот и красивые вещи. Какие красивые. Это мне понравилось. Рассветик. Вот и базар самый. Готовят бюреки. Пекут. Авокадо не когда? Авокадо? Авокадо сорок лив. Сорок лив. Ага. Вы знаете, что они, наверное, цены так говорят. Видишь, что я иностранка за это. Что-то чересчур. Ну ладно, прохожу я, друзья. Смотрите, какой огромный глазар. В основном здесь пекут девочки, мальчики. Все. Так, а здесь авокадо. Посмотрим какую цену. 12 лир одна штука. А, лимон. Это лимоны, а не авокадо. 12 лит килограмм. Оливки уже продаются. Видите? Бюреки, бюреки. Бизнес. Сюда приходят и на завтрак тоже. А, сбежали. Такие огурчики лысенькие. 30 лир. 30 лир. Видите? 30 лир здесь. Видите? 10 лир килограмм. Я, в принципе, ничего такое не пришла с... что-то покупать. Потому что у нас дома есть. Я сделаю обзор. 15 лир. 15 лир. 15 лир. 15 лир. такие такие орешки интересные юзлира 100 лир 100 лир свеженький свежий самое главное купила вот такой красивый цветок они наверно не понимают его стоимость за 50 лир вот это я себе сделала подарок вот это подарок сегодня будет интересное видео я думаю для вас дорогие возвращаюсь такая вообще довольная наполненная я купила также яблоки по 5 лир понимаете маленькие деревенские белый налив такой помню еще мы ездили на украину когда в детстве там такие яблочки были вкусные а также я купила виноград 8 лир килограмм без косточек авокадо и вот и посмотрите какой красивый цветок я так о нем мечтала я сейчас его пересажу у меня есть там растение которое уже этот сорняк на том балконе занимает большой горшок сейчас у меня земля есть я посажу его настолько я счастлива друзья мои когда вам плохо когда вам плохо когда вот что-то не хватает да вот вроде бы все нормально а вы не понимаете что происходит с вами я просто советую вам выйти 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 из дома выйти и наполнится этой красотой энергии ведь я такая сейчас иду вообще другим человеком каким вышло вот этот именно социальное вам нужно социум социум выходить знакомиться общаться разговаривать участвовать чем-то если есть возможность что-то себе купить порадовать себя и вас пол изменится все состояние души настроения ну а прежде всего я каждому из вас желаю мира чтобы ваши дети были всегда рядом с вами но если они уже взрослые их не удержать у каждого свой путь у каждого своя дорога а вы думайте о себе берегите себя ведь каждая неприятность ведет какой-то вот негатив ведет к большим проблемам большим блоком из-за этого развиваются разные болезни поэтому не убивайте себя так примите все что есть в этой жизни и мир и вселенная и боженька позабо позаботиться о вас а я пошла домой готовить завтрак и пересаживать свой цветок всем добрый вечер друзья мои приятного аппетита это салат из роки а на ужин я готовлю вот такую выку называется она паламут по-турецки ну по-русски я не знаю смотрите как она выглядит картошечка пучок сделала по рецепту из ютуба которые мне предоставил мой супруг а также у меня сегодня был очень плодотворный день я занималась цветоводством садоводством не знаю что только можно пересадила вот в этот цветок сюда помыла естественно свои горшочки и все как положено оборвала листья такие засовшие листики вот этот пока знаете что расскажу вам сейчас вот этот такой сюда посадили этот оставила здесь хотела пересадить но другой раз так еще что я сделала этот цветок у меня испортился и я его отрезала оторвала вернее ствол самый главный стебель он уже испортился тут я сделала подпорку смотрите растет из афи с во все стороны мой золотой так еще что я сделала не помыла совок и так далее видите как у выбросила я свои помидоры вот освободила два горшка потому что они ни к чему хорошим не приводит только мне тылю теперь что я сделала что-то пищит ребенок вот так вечерами а знаете что мои дорогие что я сегодня обнаружила у моей голубки один птенец один птенец второй я не знаю где делся в ней знаю смотрю сегодня она сидит тут на сбоку вот здесь и сбоку он там один сидит так что вот такие дела расстроилась но думаю не с не усмотрела свое дитю я что могу сделать мне кто-то писал моя подписчица что у нас такие перила нехорошие но мы планируем все это выбору убирать менять поэтому у нас таком виде но я не могу за сама же начать красить а мой муж считает что он не ну хочет поменять поэтому как-то вот так вот я его не переубежу это уже турции мы замужем мы тут свои правила не устанавливаем мои дорогие также я пересадила побольше горшок вот этот тещин язык и посмотрите какой у меня колёчий такой мой монстерну посадила я мою девочку какой мин так он не нравится и здесь у нас появились видите видите появились и ну что-то мне не нравится мой алоэ почему он такой несчастный а и какой-то он не наполненный я не знаю что-то почему-то мне не нравится очень странно вроде солнца здесь нету какой-то он такой лежачий и вот тут у меня появились детки видите как детки появились смотрим новости и вообще лучше не смотреть вот так мои дорогие прошел у меня сегодня день замечательно прошел у меня день замечательно я попросила волосы но длину естественно я не трогаю как бы не хотела и вот сейчас мы готовимся к ужину и хотела вечером погулять и сейчас уже сил нету так что приятного нам аппетита и до новых встреч не знаю я в начале видео вроде бы или предыдущем я вам говорил о том что хочу взять перерыва сейчас будет мне полегчало не знаю как что как будет так и будет просто не могла показать вот эту готовую красоту так все красиво и полезно все мы пушим сашкиным приятного аппетита вам а вы ставьте лайки пишите комментарии